Глава пятая Винтик и Шпунтик 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 Винтик протекал в бак И служил для смазки механизма Такие газированные машины были очень распространены среди кротышек Но в автомобиле, который соорудили винтик и Шпунтик Имелось одно достаточно важное усовершенствование Сбоку к баку была приделана гибкая резиновая трубка с кранчиком Для того, чтобы можно было попить газированной воды на ходу, не останавливая машину Торопышка научился управлять этим автомобилем И если кому-нибудь захотелось покататься, Торопышка катал и никому не отказывал Больше всех любил кататься на автомобиле сиропчик Так как во время поездки он мог пить сколько угодно газированной воды с сиропом Незнайка тоже любил кататься на автомобиле И Торопышка часто его катал Но Незнайке хотелось самому научиться управлять автомобилем И он стал просить Торопышку Дай мне поездить на автомобиле Я тоже хочу научиться управлять Ты не сумеешь, сказал Торопышка Это ведь машина, тут понимать надо Чего тут еще понимать, ответил Незнайка Я видел, как ты управляешь Дергать за ручки, да вертеть руль Все просто Это только кажется, что просто А на самом деле трудно Ты и сам убьешься, и автомобиль разобьешь Ну ладно, Торопышка, обиделся Незнайка Попросишь ты у меня что-нибудь Я тебе тоже не дам Однажды, когда Торопышки не было дома Незнайка забрался на автомобиль Который стоял во дворе И стал дергать за рычаги Нажимать педали Сначала у него ничего не получалось Потом вдруг машина зафыркала И поехала Коротышки увидели Это в окно И выбежали из дома Ты что делаешь, кричали они Убьешься Не убьюсь, ответил Незнайка И тут же наехал на собачью будку Которая стояла посередине двора Трах-трах Будка рассыпалась на щепки Хорошо еще, что булька успела выскочить А то Незнайка и ее раздавил бы Вот видишь, что ты наделал, закричал Знайка Остановись сейчас же Незнайка испугался Хотел остановить машину И потянул какой-то рычаг Но машина, вместо того, чтобы остановиться Поехала еще быстрее На дороге попалась беседка Трах-трах-трах Беседка распалась на кусочки Незнайка с ног до головы Забросала щепками Одной доской его засунил по спине Другой треснула по затылку Незнайка ухватился за руль И давай поворачивать Автомобиль несся по двору А Незнайка кричал во все горло Братцы, откройте скорее ворота А то я тут все во дворе переломаю Кротышки открыли ворота Незнайка выехал со двора И помчался по улице Услышав шум со всех дворов Выбежали коротышки Берегись! Кричал им Незнайка И мчался вперед Знайка, авоська, винтик Доктор Пилюльки И другие коротышки бежали за ним Но где там? Они не смогли его догнать Незнайка колесил По всему городу И не знал, как остановить машину Наконец машина подъехала к реке Свалилась с обвала И кубарем покатилась вниз Незнайка вывалился из нее И остался лежать на берегу А газированный автомобиль Упал в воду И утонул Знайка, авоська, винтик И доктор Пилюльки Унесли Незнайку домой Все думали, что он уже мертвый Дома его положили на кровать И только тут Незнайка Открыл глаза Он поглядел по сторонам И спросил Братцы, я еще живой? Живой, живой Ответил доктор Пилюльки Только, пожалуйста, лежи спокойно Мне тебя осмотреть надо Он раздел Незнайку И стал осматривать Потом сказал Удивительно Все кости целы Только ушибы есть Да занозы несколько Это я за доску спиной зацепился Сказал Незнайка Придется вытаскивать занозы Покачал головой Пилюльки А это больно? Испугался Незнайка Нет, ну чуточки Вот дай-ка я сейчас Самую большую вытащу А-а-а! Закричал Незнайка Ты что, разве больно? Удивился Пилюльки Конечно больно Но потерпи Потерпи Это тебе только так кажется Нет, не кажется Ай-ай-ай! Ну что ты горячишь, будто тебя режут Я ведь тебя не режу Больно Сам говорил, что не больно А теперь больно Ну тише, тише Одну занозу осталось вытащить Не надо, не надо Лучше занозой будем Нельзя Нарывать станет Ну все уже, теперь только йодом надо помазать А это больно Нет, йодом это не больно Лежи смирно Ай! Не ори, не ори На машине кататься любишь А потерпеть немного не любишь Ай! Жжет как Пожжет и перестанет Сейчас я тебе градусник поставлю Не надо градусник Не надо Почему? Больно будет Да градусник Это не больно Ты все говоришь не больно А потом больно Вот чудак Разве я тебя Никогда Разве я тебе никогда градусника не ставил? Никогда Ну вот теперь ты увидишь Что это не больно Сказал Пилюлькин И ушел за градусником Незнайка вскочил с кровати Выпрыгнул В открытое окно И убежал К своему другу Гуньке Доктор Пилюлькин вернулся С градусником Смотрит Незнайки нет Вот и летит Такого больного Проворчал Пилюлькин Его лечишь Лечишь А он выпрыгнет В окошко И убежит Куда это годится? Продолжение следует...